И депутаты обязаны подать заявление о возможном наступлении такого случая. Соответственно, мы уже комиссию проводим, у некоторых может возникнуть в процессе. Конфликты не урегулированы. Заседание конфликтной комиссии не было. Конфликт интересов вещалось для тех, кто, допустим, новый депутат пояснит. Что такое конфликт интересов? Когда депутат принимает решение, руководствуясь не общими интересами, а личным интересом заинтересован в принятии этого конкретного решения, когда есть личный интерес. Это пусть комиссия рассмотрит под Старый Новый год или же... Которая комиссия? По финансам. Отдельно соберется и все. Мы что, не знаем, что Комарову нам предложил Куронину, все проголосовали, ходом мы пошли. А что, то, что Куронин предложил, нельзя предлагать мне, что ли? Не, ну можно, но ты всех предлагаешь. Ты так говоришь, Куронин, как будто Гитлер предложил. Председатель его все. А сейчас вот разбираемся. У меня вообще этот поразил вопрос. Какой? Я также и тебя предложил, Александр Александрович, председателем комиссии. Давай тебя перезберем. Я в одну комиссию записываю. Ну мне сейчас это кресло, если что-то... Да, и Комарова не держится. Пусть комиссия соберет, да, и решит. Было предложено депутатам нашим внести дополнительно в график приема жителей связь с избирателями посредством мессенджеров, ну, так скажем, в Вайбер, Ватсат и так далее. Учитывая нашу эпид-ситуацию, окружающие считают, что, в принципе, обоснованно. Поэтому у всех спрашиваю, что те, кто желают внести в график приема свои телефоны, что жители могут вам позвонить и связаться с вами по Вайберу, Ватсапу, либо по другим средствам связи, все были внесены. Ну, не все согласились, потому что я все понимаю, есть занятость, есть свободное личное время, поэтому это не обязательно, но это можно сделать. Поэтому до сессии сейчас у вас будет время, если еще желающие будут, я могу внести дополнительно в график приема ваши телефоны. График приема будет размещен на сайте администрации Ачинского района, на газете «Вуголок России», ну и на нашем стенде. Денежные средства на ремонт кровли детского сада заложены в проект решения или нет? Детского сада какого? Детского сада Каленко. Нет, данные средства в бюджете не предусмотрены. Почему? Потому что в данном бюджете у нас предусмотрены только защищенные статьи бюджета. Текущие капитальные ремонты мы не предусматривали. По крайней мере, в первоначальном проекте. Когда у меня будет вопрос, скажите, почему у нас в программе, которая соцзащита, утверждение муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» из районного бюджета предусмотрен в расходе 1,440 млн. На 2021 год? Да. Согласно паспорту программы, эти денежные средства указаны из районного бюджета. Подоплата в пенсии. А, доплата от муниципальных пенсий, да? 1,440 млн. 1,440 млн. На комиссии мы рассматривали этот вопрос. Да, есть еще вопрос. По муниципальной программе вопрос развития у нас многоприятных условий для малого и среднего предпринимательства. Денежные средства у нас ежегодно закладывались в размере 80 тысяч. Точно так же и на этот год у нас были за рассмотры закладывались 80 тысяч. Увеличилась сумма в размере, получается, сейчас, представляете, 120 тысяч. То есть мы говорим о том, что у нас нет денег, но при этом мы увеличиваем сумму. 80 тысяч мы закладываем на средний и малый бизнес, на предоставление субсидий. 40 тысяч – это на СОНКО, на социально ориентированные организации некоммерческие. Ранее суммы на них закладывались порядка 500 тысяч. На какое мероприятие? На мероприятие на поддержку социокультурных проектов некоммерческих организаций. По первой задаче, правильно ли? По первой задаче. В 2021 году мы ожидаем поступления 15 миллионов рублей. Поэтому давайте каждому из своих советов сделаем подарок. Выделим по 1 миллиону рублей, это будет 9 миллионов рублей. Возьмем их с тех статей расходов, прошу финансовый отдел посмотреть, откуда их можно будет взять, где они коснется первоначальных 2-3 месяца. Как я слышал, уже в феврале 15 миллионов поступит. И когда деньги 15 миллионов поступят, из этих 15, эти 9, мы перераспределим, откуда взяли. Но, смотрите, сейчас наступает Новый год, даже в моем поселке Малиновка плохо почищены дороги, потому что у главы не хватает денег на расчистку дорог. В каком-то сельсовете не хватает освещения. Где-то так же проблемы с дорогами, еще с чем-либо. Каждому сельсовету выделяем по 1 миллиону рублей, берем с тех статей, которые мы могут подождать до лета, допустим. И поможем сельсоветам. На сегодняшний день еще нет соглашения конкретного, конкретных денег, которые... Я верю, у нас получают. Мы сегодня оперируем конкретным бюджетом, с конкретными цифрами и наполняемостью доходной части. В доходной части 15 миллионов у нас не присутствует. Делить не можем. Я предлагаю взять. Когда мы не будем, тогда мы приступим. Когда мы будем подвисаны, и деньги поступят в бюджет, вот тогда мы до этого вопроса и дойдем. Они будут и чистые, и все целевые. Надо понимать, да. И естественно, это социальные обязательства. Это детские оттенки школы. Мы не можем завести деньги, расходы, планируемые деньгами, которые поступят в компанию славы. Они не будут целевыми, они будут на тренинг депутатов. Они будут на конкретную цель. Они будут на конкретную цель. Они будут на соглашение, на социально-дерническом партнерстве, на конкретные вещи, я так понимаю. До этого как было, да, здесь? Предлагается утвердить бюджет, районный бюджет на 2021 год и планный бюджет на 2022-2023 год со следующими поправками. Вы сажаете, я зачитаю, да? Первая поправка принята вам. Снять 325 696 рублей со школьного подвоза, направить на установку теплосчетчика в школу-поселок Горно. Поправка принята. Снять 1,5 млн. рублей со школьного подвоза, направить на иные медбюджетные трансферты, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета следующих советов в СУМе. 500 тыс рублей Малинскому сельсовету, 500 тыс рублей Преображенскому сельсовету, 500 тыс рублей Ключинскому сельсовету. Поправка принята. Дальше. Снять 1 млн. рублей с МКУ ЦОУ, направить на увеличение иных медбюджетных трансфертов, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета следующих советов в СУМе. 500 тыс рублей Истребовскому сельсовету, 500 тыс рублей Лапшикинскому сельсовету. Поправка принята. Следующая поправка. Увеличена за 2021 год в СУМе 233 тыс рублей доход от реализации нового имущества, находящегося в собственном муниципальном районе. За исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных монетарных предприятий. В части реализации основных средств по указанному имуществу, увеличение дохода, направить на уменьшение дефицита районного бюджета. Поправка была принята. И последняя поправка. Это выделить вот эти же 233 тыс. Лапшикинскому сельсовету на приобретение легкового автомобиля. Поправка принята. Есть предложение принять бюджет в целом. За данное предложение прошу голосовать. Кто за? Прошу опустить. Против. Разглаждался. Сила принимается.